итак всем привет это очередной выпуск из серии сашиных мюсли этих выпусков давно не было и наверное не было бы еще долго если сегодня ночью они прочитал новость о том что ильи голема не стало я сегодня записываю это видео просто потому что не факт что завтра еще я захочу его писать поэтому мне сегодня так спонтанно пришла мысль в голову которая захотел высказать и поэтому я сегодня пишу это видео я не буду сейчас не ставить никаких диагнозов не разводить тот демагогию по поводу причин ухода ильи это дело врачей пускай они этим занимаются меня также сложно упрекнуть в том что я хайпую на подобных темах те кто следит за каналом давно не дадут соврать любая такая тематика с чьей-то смертью в спортивной среде или с какими-то печальными другими событиями которые взрывали просто интернет мой канал обходили стороной и эти вещи не поднимал своих видео так может быть потом через несколько месяцев это в общей тематике но сегодняшний случай исключения сегодняшний день просто появилась пара мыслей я приношу естественно глубокие соболезнования семье родным и близким или и связи с такой утратой ну и просил бы интернет-сообщества все-таки поменьше хайповать на этой теме а больше подумать о том о чем я сейчас хочу сказать знаете человек это запрограммированный изначально механизм биологический если мы говорим тело и хотя бы часть психики и в каждом из нас так или иначе но есть программа на самоуничтожение да это фактически программа это фактически прописанный сценарий наперед да он может меняться в зависимости от обстоятельств и от изменения личности носителя но по факту программа есть у каждого она бывает явно выраженной бывает скрытой но подавляющее большинство людей живет соответственно именно с этой программой подавляющее большинство людей пытаются с этого шарика как можно быстрее спетлять просто выбирая для себя кто-то более кто-то менее экологичный способ и вот такие вещи как увлечение алкоголем сигаретами как у меня да но я просто осознаю эти вещи там наркотики и и прочие моменты это как раз части этой программы и можете вы ее управлять или нет зависит только от того осознаете вы ее наличие видите ли ее влияние или нет очень мало людей которые в состоянии были справиться с этой программой распознав ее и задвинуть ее работу на второй план то есть большинство неосознанно идет именно по этой программе проявляются ее действия в разных ипостасях в разных сферах жизни человека но самое главное ее проявление это отсутствие исключительной ценности собственной жизни большинство людей не осознает ценности собственной жизни я уже не говорю о том что эта ценность для них не является исключительной хотя должно быть по идее наоборот и соответственно для большинства людей точно также не является ценностью жизнь других людей просто потому что нету ценности в собственной это их знаете у большинства нет любви к себе но они почему-то хотят чтобы остальные умели их любить есть такое выражение если вы сами себя любить не умеете то как остальные могут этому научиться откуда им взять пример как вас любить да то же самое по поводу жизни ее ценности по сути если у большинства людей доминировала исключительная ценность жизни хотя бы собственной да то такое явление как войны было бы исключено просто было бы очень сложно убедить большинство людей в том что они должны рискнуть и пожертвовать самым ценным ради чего но как практика показывает в нынешнее время люди готовы разменять свою жизнь и поменять свою жизнь и на более мелкие и менее весомые ценности которые ценностями на самом деле не являются и самая популярная тема это обмен своей жизни на деньги и достаток очень мало людей которые смогли вырваться из этой зависимости от достатка и финансов да и смогли распознать ценность собственной жизни и смысл собственной жизни и жить и трудиться и творить да вне зависимости от уровня доходов и достатка которые получаются по итогу деятельность важен по сути путь да они результат так и здесь важен процесс а финансовый результат это уже побочный эффект да как бы но не является самоцелью потому что когда деньги являются самоцелью и достаток является самоцелью то происходит неравнозначный обмен жизни на деньги и у большинства это естественно растянуто очень сильно во времени и как бы размыто абстрактно и имеет непрямое выражение но бывают концентрированные случаи в которых люди в прямом смысле слова пытаются успеть поменять свою жизнь на достаток и деньги но загвоздка вся в том что нет никаких гарантий что вы вообще сможете осуществить если у вас есть такая идея равнозначные хоть на сколько-то обмен если вообще можно применять в этом случае выражение равнозначный и даже если кто-то и успеет поменять жизнь на достаток не факт что он этим достатком этими деньгами успеет воспользоваться и тут сразу встает вопрос смысла данных действий почему люди приносят себя в жертву тому что в принципе по итогу могут даже не успеть потрогать ради семьи странная семья которая требует от человека принесения себя в жертву но мне кажется очень странно и не так получается что для большинства людей деньги и достаток дороже собственной жизни мир сверх ногами и если у вас есть хоть малейшее подозрение на то что вы живете в соответствии с такой же программой попробуйте раскопать ее истинные мотивы и и истинное течение не попробуйте избавиться от от ее влияния и заменить программой которая несет вам смысл жизни показывает смысл жизни и показывает ценность вашей собственной жизни потому что рано или поздно вы просто себя убьете в обмен на деньги но повторюсь денег может и не быть в итоге но как большинстве случаев это получается два случая рич пиана илья голин я думаю что эти два случая являются примером совершенно разного итога при том что цель в действиях было примерно схожи просто у одного это была идея а у второго это было подражание но итог один вот когда вы сможете распознать вот эту вот свою тягу в обмене своей жизни на достаток и на деньги попробуйте избавиться от этого когда вы сможете победить эту программу вы обретете невероятную силу по управлению вообще собой своим сознанием течением своей жизни волей и уберете из своей жизни одно из самых таких коварных и уязвимых для вас мест то есть вы уберете в первую очередь точку влияния на вас понятное дело что все то что я тоже сказал я говорил в контексте ухода ильи голема да в этом видео которое назвал пара слов по поводу но жаль конечно что мне приходится это видео снимать именно по такому поводу не скрою до наблюдая за ильей я как бы не испытывал к нему каких-то там фанатских чувств да он мне был интересен как человек и я по сути изначально видел эту программу я очень надеялся что у него все получится на самом деле хотя в глубине души понимал что слишком много признаков того что может произойти то что произошло но как есть так есть я когда-то тоже жил соответствии с такими программами но лет десять назад у меня произошел перелом и я начал их распознавать из того момента у меня очень сильно поменялось отношение к себе к своей жизни в деньгам к тому что я делаю да на самом деле делать свое дело без оглядки особой на погоню за деньгами это дорогого стоит очень тяжело это требует невероятных усилий на самом деле именно психических потому что не всегда тот объем работы которые вы выполняете достойно вознаграждается или вообще вознаграждается то есть и только фанатизм идея и такое безумное увлечение любимым делом позволяет двигаться дальше но по факту вот такого движения намного больше смыслов которые пользу приносят например мне и обществу до в которой я выкладываю информацию которую генерирую которую нарабатываю и соответственно в какой-то степени хотя бы морально это окупается хотя не скрою я живой человек и иногда редко но бывает хочется плюнуть на все бросить и уйти в такую же гонку за баблом в которой участвуют практически все но опять же понимание ценности моей собственной жизни не дает мне этого сделать просто не хочется становиться роботом на или осликом как бегущим за морковкой а хочется продолжать делать именно то что любишь но у этого вода есть своя цена не она часто не маленькая как-то так видео получилось таким неоднозначным наверное но как есть так есть ну а или земля пухом и царствие небесного семье его силы духа все это выдержать и двигаться дальше а нам делать выводы извлекать уроки у кого получил Продолжение следует...